друзья смотрите какая красота смотрите в разрезе вот такой омлетик у нас кабачка и зелень если хотите можно в середину начиночку еще добавить а можно не добавлять он и так очень нежный вкусный это шикарный завтрак подать такой омлет на завтрак или даже на ужин или просто кто хочет на какой-то перекус очень вкусно очень такой он воздушный приятно пахнет давайте будем начинать готовить всем привет вы снова на канале у танюшки и сегодня друзья для тех кто еще не пробовал хочу вам приготовить омлет из кабачков это очень круто особенно сейчас самый разгар кабачков начинаем готовить у нас есть 500 грамм кабачков хвостики мы срезаем хвостики не надо мордочки и натираем на крупную терочку кабачок вот у нас получается вот так вот кабачок натерли вот так это все выглядит и теперь отправим его в другую посуду так сюда мисочку из кабачок мисочку вот ребята в отдельной посуде нам надо взбить яйца только яйца мы будем взбивать вилкой а не миксером 3 яйца мы взяли за 500 грамм кабачка теперь это вилочкой вот так вот перемешаем вообще омлет ребята по правилам миксером никогда не взбивается омлет взбивается только вилкой черный молотый перец по своему вкусу друзья и щепоточку соли теперь это опять таки хорошо перемешаем все ребята выливаем нашу яичную смесь в кабачки вот так перчик у нас там есть соль к все есть все кабачки теперь ребята еще сюда мы добавим натертый на терочку твердый сыр у нас 100 грамм твердого сыра натираем на крупную терочку вон он у нас какой сыр мы натерли теперь берем пару веточек петрушки укропчика и это все нам надо нарезать меленько это все нарезаем петрушечку и укропчик если нет у вас свежей зелени можно использовать сухую причем любую можно орегану можно базилик то есть какую зелень вы любите такую можно и добавлять вот теперь все это отправляем большую емкость которой мы все сможем перемешать вот так и укроп и твердый сыр вот так видите вот отправляем вместе с яйцами и кабачок сюда и все хорошо вымешиваем все хорошо сок я никакой не отцеживала весь сок который кабачок успел пустить все сохраняется он очень полезен поэтому ни в коем случае мы его не отцеживаем вот так перемешали все хорошо противень выстилаем пергаментом и на пергамент отправляем наш кабачок все ребята вот так мы разровняли его ровненько чтобы он у нас был по всему противню и в духовку 180 градусов 20 минут вот такая красота у нас получилось как видите очень красиво смотрится ничего лишнего мы не добавляли это все можно теперь скрутить в рулет можно положить помидорчик или какую-то колбаску если хотите ну то тоже на ваш вкус подписывайтесь на мой канал с вами была танюшка всем пока 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 Продолжение следует...